Я приношу извинения за то, что сегодняшний выпуск оперативки правительства Республики Башкортостан выходит с суточным опозданием, но у меня есть легкое оправдание этого в том, что я сейчас нахожусь немножко в другом полушарии, разница по времени с Уфой 10 часов, и вот технические возможности и сложности породили такое опоздание. Собственно, оперативка, которая прошла в минувший понедельник, была оперативкой, по сути, одной, но очень большой новости. Главной новостью этой оперативки явилось то, что в правительстве появляется господин Беляев, которого назначают министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, и он теснит на этой должности господина Киреева, столь многократно прославившегося в наших обзорах, и, в общем-то, снискавшего себе славу человека, опасного для жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Давайте попытаемся понять, что же это было, почему так случилось и что нас ждет в дальнейшем. На самом деле, конечно, история эта печальная. Это вторая история печальная. Первая печальная была история в том, что господин Киреев, имея совершенно незначительный опыт управления микроскопическими городками типа Красногорска и Стерлитамака, и даже не на первых ролях, на некоторое время воцарился в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Башкортостан. Теперь его меняет мэр не менее микроскопического, простите за эту автологию, городка Кумертау. Господин Беляев становится министром жилищно-коммунального хозяйства Республики. Я, честно говоря, не понимаю, в чем логика подобных кадровых назначений. Почему вот эта маниакальная потребность назначать людей без опыта, людей без каких-то достижений в отрасли, в которую их назначают, на столь высокие посты? Я нисколько не сомневаюсь, что господин Беляев окажется настолько же малоэффективен на этом посту, как и Киреев, не потому, что он плохой человек или не потому, что он мне не нравится, а потому, что у господина Беляева реально нет никакого опыта работы подобного масштаба. Я не понимаю, сколько нужно раз ошибиться в подобных кадровых назначениях, чтобы понять, что нельзя оставить людей без опыта, без достижений на подобные посты. В общем, впереди нас ждет некое переформатирование вот этой всей истории с жилищно-коммунальным хозяйством. Я не знаю, будет ли продолжать господин Беляев вот эти истории со столбиками, заборчиками и так далее. Я не знаю, попал ли господин Киреев в зону внимания силовиков в связи с его экономической деятельностью на посту министра жилищно-коммунального хозяйства. Однако, как это не смешно, Киреев не покидает правительство. Он занимает позицию ушедшего от нас господина Ахмедханова. Вот это, пожалуй, еще более смешное назначение. И надо подумать и проанализировать, почему оно случилось. Чем, собственно, занимался усопший господин Ахмедханов на посту вице-премьера правительства? Он занимался не до конца понятным взаимодействием с силовыми структурами, координацией действий правительства и силовиков в республике Башкортостан. Теперь этим займется господин Киреев. Ну, хорошо, Ахмедханов был хотя бы генерал. Он хотя бы понимал, как работает вся эта система. Что знает об этом господин Киреев? Господин Киреев не имеет никакого отношения к силовикам. Ну, помимо там, прямо скажем, пристального интереса к его деятельности со стороны последних. Каким образом Киреев будет взаимодействовать с ФСБ, МВД, Следственным комитетом, прокуратурой и так далее, ну, категорически непонятно. Разве что может начать давать показания. Но до этого, наверное, еще далеко. Но в итоге мы имеем что? Что правительство в конечном итоге не будет иметь эффективного взаимодействия с силовым блоком. Правительство не сможет наладить вот этого взаимодействия в плане оптимизации каких-то экономических процессов и так далее. Многие аналитики говорят, что назначение Киреева – это такая отчаянная попытка непризнания своих ошибок со стороны Хабирова. Казалось бы, что, ну, не справился, ну, отправь-то его там в отставку и вообще пускай гуляет, да? Нет. Надо вот пристроить на какое-то все-таки теплое место, там, с портфельчиком, с джипиком, с пижачком и так далее. Не знаю, сколько времени понадобится Хабирову на осознание того, что людей просто можно увольнять, если они не справились со своей задачей. Он так громко всегда это декларирует. Я не работаю с теми, кто меня обманывает, кто меня подводит, кто там не исполняет своих обязанностей. Но, тем не менее, на практике он показывает, что он вполне себе даже очень работает. С этими людьми достаточно быть там другом, дружище или еще кем-нибудь. Далее на оперативке обсудили вопросы работы межведомственных комиссий по взысканию задолженностей по налогам и легализации объектов налогообложения. Министр финансов госпожа Игдесамова сделала доклад, который был очень похож на предыдущий доклад руководителя трудовой инспекции, в котором прозвучало, что понижение – это повышение, а спад – это возрастание, а неудача – это победа. Ну, в общем, примерно так же Лира Закуановна рассказала о том, что падение на 29% эффективности вот этих вот комиссий можно считать успехом нынешнего правительства ради Фаритовича Хабирова и так далее. Ну, вот эти вот неудачи с статистикой, с цифрами, они множатся и множатся в нашем правительстве. В общем, конечно, выглядит это достаточно грустно. Третьим вопросом оперативки был вопрос, касающийся большого количества жителей Республики Башкортостан, потому что вопрос этот был о ситуации на алкогольном рынке и запрете торговли алкогольной продукцией в дни массовых праздников и гуляний. Собственно, госпожа Асылова, делавшая доклад на эту тему, в общем-то, ни словом не обмолвилась о ситуации на алкогольном рынке Республики Башкортостан. Мы знаем, что этот рынок – это священная корова для властей Республики Башкортостан в плане доходов легальных и не очень. Однако госпожа Асылова очень подробно остановилась на том, как она отчаянно борется с торговлей алкоголем в те дни, когда эта торговля запрещена. Я имею в виду всевозможные праздники, Дни молодежи, Сабантуи, выпускные и 1 сентября. Госпожа Асылова рассказала нам о том, что госсобрание уже практически изготовило закон, согласно которому можно будет легально запрещать торговли алкоголем в эти дни. Ну, честно говоря, весь этот доклад сквозил таким легким отчаянием, в том смысле, что Асылова обмолвалась, что, дескать, огромное количество торговых заведений и предприятий в наглую игнорируют запреты на торговлю алкоголем и все еще продает алкоголь в эти светлые праздники. Хабиров послушал этот доклад, ну так, с удовлетворением, он вообще такой башкирский Горбачев, он вообще против алкоголя, против всего. Слава богу, в Башкирии нет виноградников, которые можно было бы вырубить. Но Хабиров произнес одну такую примечательную фразу, на которую я бы заострил внимание. Он сообщил нам, что большинство граждан Республики Башкортостан одобряет вот этот запрет на торговлю алкоголем в эти праздники. Меня всегда настораживали вот эти заявления о большинстве. Радий Фаритович, вы откуда это большинство взяли? Пожалуйста, сошлитесь в следующий раз на исследование или опрос, который можно будет публично посмотреть и почитать. Кто вам сообщил об этом большинстве? Где это большинство? Это оно выдуманное или настоящее на самом деле? То есть вот это вот оперирование большинством мнения населения, оно очень опасно. Оно очень сильно смахивает на всевозможную пропаганду и агитацию, нежели на достоверные аргументы. Четвертым вопросом оперативки был вопрос о демографической ситуации в Республике Башкортостан. Ну, глобальный такой, на самом деле, серьезный вопрос, такого вселенского масштаба на самом деле. Доклад делал господин Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан, который сообщил широкой общественности, что в рамках грандиозных успехов, которые достигнуты командой Хабирова, наблюдается падение рождаемости и возрастание смертности в первом квартале 2019 года. Меня, честно говоря, так немножко смутило вот этот вот задор доклада о том, как у нас все плохо. Но потом я понял, что вообще министры наши в правительстве, они научились подавать поражение как успехи. Главное, звучать как успех. Не обязательно быть успехом, нужно звучать как успех. А у нас возросла смертность, ура, например. А у нас упала рождаемость, ура. Мы молодцы. Ну, этого достаточно. В принципе, конечно, доклад Забелина не был абсолютно веселым, был печальным. Он сообщил нам, что мы заняли почетное второе место по уровню смертности в ПФО. Это опять тоже иллюстрация того, как... Ну, второе место, это же здорово, да? Правда, по смертности. Ну, в общем, конечно, ничего хорошего Забелин нам не рассказал. Правда, Забелин посетовал на то, что его данные о смертности от внешних факторов, и, в частности, от ДТП, слегка расходятся с данными, которые декларирует господин Мухаммедьянов в своих докладах. Тут Хабиров заволновался, включился, значит, в процесс и говорит, ну-ка, уточните-ка мне там, что вы там рассказывали нам про ДТП. В общем, периодически министры друг на друга кивают и валят в проблему. Ну, вот, в частности, Забелин сообщил, что смертность от ДТП в республике Башкортостан кардинально портит статистику в рамках ПФО, например, да? То есть попытка свалить с больной головы на здоровую, смертность ДТП — это как бы несчастные случаи, а вот смертность от всевозможных заболеваний, когда здравоохранение республики не в состоянии оказать нормальные услуги населению, это другая история, вот это вопрос качества. А смертность от ДТП — это, на мой взгляд, вопрос личной неосторожности либо безответственности каких-нибудь водителей. Это те самые человеческие факторы, на которые, наверное, правительство должно обращать внимание, но влиять не может ни в коей мере. Не буду обсуждать пятый вопрос оперативки, вопрос о готовности и неготовности к отопительному сезону 2020 года. Ничего интересного там не сообщили. Перейду сразу к шестому вопросу об инвестиционном портале республики Башкортостан. Я не скрываю того, что я с профессиональным интересом слежу за судьбой вот этого комитета по информатизации и поддержанию вопросов функционирования системы «Открытая республика». Я сам лично создавал вот эту «Открытую республику», и мне, конечно, интересно, как она дальше живет и существует, превратившись в целое министерство. Ну, в общем-то, господин Разумикин, который возглавляет вот этот вот комитет, рассказал нам, что в республике создан волшебный портал, который там приведет инвесторов и бизнесменов к неминуемому счастью и процветанию, а вот основной мыслью этого портала было размещение информации в одном месте. Ну, тут я, конечно, немножко замер. Такая грандиозная идеология портала не может не поражать. Ведь в истории человечества не было ни справочников, ни энциклопедий, ни горячих линий, никаких других историй, которые могли бы сконцентрировать всю информацию в одном месте. И только портал, значит, вот этот инвестрб.ру сконцентрирует в одной точке, в одном месте всю информацию о той тематике, которую он призван освещать. В общем, конечно, на мой взгляд, это новая, но не первая, наверное, не последняя размноженная сущность вот этих бессмысленных функций. Штука в том, что на этом портале рассказывается об Ашкортостане, и там есть возможность записаться на инвестчас. Вот, собственно, и весь функционал этого портала. Я не знаю, в какие деньги обошлось вот это чудо IT-индустрии, я не знаю, во сколько будет обходиться его поддержание на плаву, но я точно знаю, что вот этот комитет во главе с господином Разумикиным не останется без дела. Они будут без конца обслуживать, улучшать и модернизировать все вот эти вот бессмысленные IT-порталы, которые не дадут ни одного результата фактического. Хотелось бы понять, есть ли какие-то критерии оценки работы вот этих вот вещей, и есть ли кто-нибудь, кто когда-нибудь оценит и скажет, ну вот да, это работает или не работает. Может быть, имеет смысл ввести какой-нибудь KPI, например, а сколько инвест-проектов реализовалось непосредственно при участии вот подобных вот порталов и программ, и всевозможных, значит, инвестиционных площадок. Я абсолютно уверен, что примерно через год-полтора можно будет констатировать ноль этих процессов, потому что люди, которые занимаются организацией вот этих вот продуктов, они категорически не понимают, как идут процессы, ради которых они создают вот эти вот продукты. В этом-то, собственно, вся и проблема. Хабиров выслушал Разумикина и разразился пространной речью о том, что мы тут у себя в Башкирии поддерживаем малое и среднее предпринимательство, это вообще кардинальная главная линия нашего правительства и бла-бла-бла. Но почему-то, когда он это говорил, мне сразу перед глазами вставал господин Мухамедьяров. По-моему, он станет символом вот этой поддержки малого и среднего предпринимательства, потому что вот то, как его поддержал Радий Хабиров в плане борьбы с Роспотребнадзором, конечно, останется надолго в нашей памяти. Видимо, именно так видит Хабиров поддержку малого и среднего бизнеса, а все эти порталы – это просто такая красивая вишура, обрамляющая крепкую мужскую дружбу между Хабировым и Мухамедьяровым. В завершении оперативки Хабиров попросил очень кратко доложить Мухамедьянову о ходе ямочного ремонта. Причем он акцентировал на этом – очень кратко. Видимо, Хабиров уже начинает уставать от этой темы, либо он понимает, что 15 июня не за горами, и придется говорить, наверное, несколько в ином ключе о ходе работ по ямочному ремонту. Тем не менее, Тимур Рафисович выстрелил краткий и очень понятный доклад о том, что из 500 тысяч запланированных к ремонту ям в Республике Башкортостан, он уже заремонтировал 493,5 тысячи ямы. То есть буквально еще пару вздохов и выдохов, и господин Мухамедьянов может отчитываться о том, что ямочный ремонт в Республике Башкортостан закончен. К 15 июня все жители Республики Башкортостан могут с удовлетворением оглядеться вокруг, в своих дворах, на дорогах, в проездах, и понять или не понять, закончился ямочный ремонт в Республике Башкортостан успехом или нет. Я уже говорил о том, что вот это 15 июня будет таким днем Икс. И для Мухамедьянова, и для Киреева, несмотря на то, что его сместили, и устранили от этой работы и должности, ну и для нового, значит, министра ЖКХ Беляева отчасти это тоже будет отчетным моментом. В общем, 15 июня жители, несмотря на все вот эти победные реляции со стороны правительства и чиновников, объективно оценят то, как идет, и как прошел, и как завершился этот ямочный ремонт в Республике Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова